Дорогие друзья, всем привет! Вы смотрите передачу по кашеварям. Сегодня мы с вами приготовим один из самых вкусных пирогов, которые только можно себе представить. Это лимонный пирог с меренгой. Вкуснейшее хрустящее миндальное тесто, лимонный мусс и сверху меренга. А сделать его у нас не составит труда, ведь мы с вами уже опытные кулинары, да? Вот что нам потребуется для того, чтобы сделать этот пирог. Три лимончика, еще нам нужно будет шесть яичек, достаточно много сливочного масла, мука, миндаля, немножечко вот грамм 30 нам хватит, сахар, щепотка соли. Взбиваем сливочное масло комнатной температуры с сахаром. Сливочного масла 125 грамм и сахара 200. Максимально мелко мелем миндаль. Это можно сделать с помощью блендера или, допустим, кофемолки. К тесту добавляем соль, муку, молотый миндаль и яйцо. Замешиваем однородное тесто, заворачивая в пищевую пленку и убираем в холодильник на часик хотя бы. С трех вымытых и обсушенных лимонов снимаем цедру. Выдавливаем 100 миллилитров лимонного сока. Взбиваем 2 яйца и 130 грамм сахара. Добавляем к яйцам сок и цедру лимона. Нагреваем смесь на медленном огне и смотрим, как по мере нагревания она начинает густеть, приобретая консистенцию не очень густой сметаны. Когда наша смесь стала более-менее густой, оставляем ее остывать до комнатной температуры. В смеси добавляем 160 грамм сливочного масла, которое нагрелось до комнатной температуры. Все это хорошенько перемешиваем. Возвращаемся к тесту. Тесто достаем из холодильника, раскатываем его в круг и выкладываем в какую-то разъемную форму, обязательно делая бортики. Обязательно хорошенько много раз наколоть вилкой дно. Выпекаем при 190 градусах 15 минут. Даем нашей основе остыть. На основу выкладываем лимонный крем. Теперь делаем меренгу. Взбиваем 3 белка вместе со 150 граммами сахарной пудрой и 10 граммами сахара. Взбиваем, как говорится, до твердых пиков. А это значит, что наша меренга должна сохранять форму. Поверх лимонного крема выкладываем получившийся белковый с помощью кондитерского мешка или обычной ложки. И ставим выпекать наш пирог при 220 градусах 5-8 минут. Меренга должна немножко потемнеть до коричневого цвета. Вот и все. В общем-то у нас пирог готов. Его осталось только остудить несколько часиков и подать к столу. Приятного вам чаепития. С вами была передача по кашеварям. Я ее ведущий Виталий. Всем пока. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!